Такое небольшое вступление, почему важно знать это именно инвестиционному аналитику, именно финансовому аналитику. Поэтому главная причина, почему вам необходимо это знать, потому что зачастую оценка компании зависит от того, какие права вы положите в term sheet, какие условия сделки у вас будут в convertible loan, что вам позволит негашировать правильную и нужную вам оценку. На предыдущем вебинаре мы рассматривали, на предыдущем вебинаре с T-финансией, который мы проводили вместе с инвестиционным аналитиком венчурного фонда InVenture Partners, мы упоминали такой момент, как Liquidation Preferences, когда фонд был недоволен оценкой компании, оценка была слишком сильно завышена. Так вот, с помощью манипуляции с Liquidation Preferences, с помощью уменьшения Liquidation Preferences, соответственно, фонд пытался снизить изначальную оценку компании, когда они заходили в сделку. Соответственно, это очень важный момент, это очень важно знать. Сегодняшнее занятие, оно не будет таким, наверное, очень длительным, но я очень надеюсь, что у вас будут вопросы. Поэтому, если у вас будут вопросы, сразу задавайте их в чат, как вы делали на протяжении всей Академии. Итак, начнем. Начнем мы с термшита. Что же такое термшит? Термшит – это, в принципе, тот документ, который обозначает все условия сделки, как перец с непосредственным заключением и подписанием всех документов. Соответственно, одно из самых главных прав, который лежит в термшите, и вы можете увидеть такое, оно может быть не в самом начале, но оно есть во всех термшитах, это право non-compete. Заключается оно в том, что основатель или основатели компании, ключевые сотрудники не имеют права заниматься похожей деятельностью или использовать какие-то софтверные или хардверные решения, которые были разработаны компаниями в целях осуществления текущего бизнеса. Данная формулировка похожей деятельности, она является достаточно неоднозначной, потому что зачастую, когда ключевые сотрудники переходят из одной компании в другую, они так или иначе переносят свои знания и умения, и те разработки, которые они делали в текущей компании, переносят, соответственно, на новое место работы, или в свой новый проект. Поэтому non-compete agreement – это достаточно, с одной стороны, достаточно зарегулированная тема, с другой стороны, это достаточно дискуссионная тема. В качестве одного из примеров я сейчас приведу сделку, которую привели TD Ameritrade. Это один из крупнейших банков Северной Америки с компанией, она сейчас называется Tasty Trade. Раньше это был Think or Swim. Соответственно, был заключен non-compete, когда Ameritrade купил Think or Swim за 606 миллионов долларов. Был заключен non-compete на 7 лет, соответственно, после заключения этой сделки. Так вот, по истечению 7 лет, по истечению non-compete основатели, соответственно, Think or Swim сделали проект Tasty Tasty Works, Tasty Trade, соответственно, сразу после истечения non-compete. То есть здесь очень, чтобы вы понимали, несмотря на то, что многие финансовые аналитики не уделяют должное внимание основным пунктам термшита, нужно помнить, что non-compete – это достаточно важная составляющая этого термшита. Идем дальше. Следующий очень важный момент – это Anti-Dilution Provisions. Anti-Dilution – это защита от размытия акций. Значит, есть два вида Anti-Dilution Provisions. Первый вид – это Full Ratchet – это защита владельцев привилегированных акций по сравнению с владельцами обыкновенных, при котором размываются только владельцы обыкновенных. И Weighted Average – это, наверное, в индустрии наиболее принятое размытие в соответствии со средневзвешенными долями по предыдущим раундам. Сейчас на небольшом примере я вам покажу, что это значит. Значит, допустим, вы заходили в сделку по оценке компании в 10 миллионов долларов, вы вложили в компанию 2 миллиона долларов в оценку Camp Post Money, соответственно, ваша доля будет составлять 20%. В следующем раунде компания привлекает раунд по оценке в 30 миллионов долларов, выходит новый инвестор и дает компанию 6 миллионов долларов, что также составляет 20% от компании. Соответственно, если вы не участвуете в этом раунде, то ваша доля размоется на 20%. То есть по сравнению с предыдущим раундом вы будете владеть не 20% компании, а 16%. Надеюсь, в этом плане Weighted Average не вызывает ни у кого каких-то сомнений или каких-то непонятностей. Что же касается Full Ratchet, то здесь существуют различные классификации и различные классы акций. Также на вебинаре с InVenture упоминалась компания, у которых было множество различных классов акций. Соответственно, при каждой новой сделке необходимо учитывать различные классы акций, классы A, B, C, D и так далее, потому что у каждого класса акций свои правила на размытие, свои правила на то, как будет размываться акция в течение следующих раундов. Это то, что касается Anti-Dilution Provisions. Идем дальше. Соответственно, переходим к таким правам, которые могут быть в термшите, но, так скажем, иногда в термшитах все-таки эти правила не указывают. Первое из них – это Redemption Rights. Это право владельцев привилегированных акций продать эти акции владельцам компаний по стоимости раунда, возможно, с учетом невыплаченных дивидендов. Это опцион PUT. Что это означает? Допустим, вы как фонд вложились в компанию, купили акции по определенной цене. Компания достаточно, ну, так скажем, ни шатка, ни валка двигается по плану. Компания, возможно, не развивается, не растет такими темпами, какими бы вы хотели. Соответственно, прописывая Redemption Rights, вы предоставляете право, там, если вы компанию, вы предоставляете право венчурному фонду. Если в нашем примере, как я говорил, мы венчурный фонд, то мы можем прописать Redemption Rights, то мы можем продать акции компании по оценке того раунда, по которому мы заходили, если мы не хотим больше сидеть в этой компании или же, там, если у нас есть какие-то другие планы, другие, там, инвестиционные возможности. Это то, что касается Redemption Rights. Следующее важное право – это право владельцев маржоритарного пакета форсировать продажу компании в случае наступления определенных событий. Это так называемый Drag Along Rights. Следующее будет Tag Along, сейчас от Drag Along. Соответственно, что же означает право владельцев маржоритарного пакета форсировать продажу компании в случае наступления определенных событий? Означает это следующее. Допустим, к компании пришел инвестор или к компании пришел стратегический покупатель, который хочет приобрести, там, ключевую долю или который хочет поглотить компанию. Соответственно, если это предложение было направлено владельцев, там, в принципе, всей компании и владельцев маржоритарного пакета условия этой сделки удовлетворяют, то владелец маржоритарного пакета может форсировать, означает, что владельцы миноритарного пакета обязаны присоединиться к сделке. То есть владельцы миноритарного пакета не могут отказаться от условий сделки и не продать требуемый пакет какому-то новому инвестору. Это очень сильно защищает мажоритарных инвесторов, это очень сильно защищает их с точки зрения того, что если они захотят продать компанию, подумают, что это, там, хорошие условия сделки, то им не нужно будет согласовывать это на различных советах директоров вместе с их инвесторами и прочим, потому что как владельцы маржоритарного пакета они могут форсировать продажу всей компании. Соответственно, следующее право – это tag along rights. Это право владельцев уже миноритарного пакета форсировать продажу компании в случае наступления определенных событий. Как я говорил в предыдущем примере, эти определенные события могут быть такие же предложения от инвесторов, фондов, стратегических партнеров, которые хотят поглотить вашу компанию. Tag along rights – достаточно спекулятивная тема, потому что защищать владельцев менталитарного пакета – это достаточно рискованное дело, это достаточно такое оппортунистские сделки, потому что когда фонд, там, не удовлетворен, там, либо оценкой, либо, там, для оценки слишком завышенной, либо что-то еще, они могут прописывать tag along и за счет этого, там, хоть как-то себя в сделке защищать. Возможно, там, возможно, те, кто, те, там, стартаперы компании, которые не знают об условиях сделки, они будут даже не обратят внимание на tag along, а для фонда это будет выгодно, потому что в любом случае они могут форсировать продажу компании и так далее. Соответственно, это очень важный пункт, который, когда вы будете смотреть термшиты, когда вы будете заключать термшиты, вы обязательно смотрите на наличие tag along и drag along, потому что это очень-очень важный показатель, очень важное право, которое может очень сильно изменить, там, будущее компании в принципе.